Продолжение следует... Период от дошкольного к школьному детству считается сложным, уязвимым, актуальным. И оказание психолого-педагогической, методической, консультативной помощи гражданам, имеющих детей, является целью нашей встречи. Мы обсудим, как подготовить ребенка к школьному обучению, какие компоненты необходимы для определения готовности ребенка к школе. Что такое готовность к школе? Предложим практические приемы, дополнительные материалы и рекомендации. Слово консультанту службы, педагогу-психологу Епринцевой Евгении Ельгизовне. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о психологической готовности к школе. Многие, наверное, слышали это выражение. Особенно это касается родителей, чьи дети находятся в возрасте 6-7 лет и в этом году собираются в школу. Давайте разбираться! Итак, в структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты. Личностная и социально-психологическая готовность, интеллектуальная готовность, мотивационная готовность, эмоционально-волевая. Как повысить социально-личностную готовность? Готовый к школе ребенок любит и умеет общаться со сверстниками и взрослыми. Вот сейчас у меня для вас вопрос. Как вы считаете, как же развивать у ребенка умение общаться? Я жду ваших ответов в чате. Как вы считаете, как же развивать умение у ребенка общаться? Так, печатают, я вижу, печатают. Больше играть, да, совершенно верно. Здравствуйте. Больше гулять на площадках с детьми. Верно, тоже это компонент подходит. То есть мы не просто гуляем, присматриваем за ребенком, а в это время постоянно общаемся. Так, давайте подожду еще. Вот тут двое печатают. Ответы подожду и начнем, продолжим дальше. Беседовать, да. Сдавать вопросы ребенка, чтобы он, да, развелся. Да, совершенно верно. Разбирать ситуации. Дети очень любят играть со взрослыми. Предложим ребенку совместные творческие игры такого характера. Мама звонит дочке или сыну. Необходимо вызвать врача, заболевшему братишке. Либо же приглашаем в гости друзей. Во время, все время, во время общения подсказываем ребенку, что начинать говорить нужно самому. Только после того, как собеседник закончил свою мысль. Так мы формируем умение слушать собеседника, не перебивая его. В течение всего дошкольного детства необходимо формировать умение пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегая грубостей. Главным примером, конечно, для развития навыков общения ребенка является пример взрослого. Для развития общения со сверстниками необходимо чаще организовывать детские праздники, развлечения совместно с другими детьми. Давайте разбираться дальше. Как повысить интеллектуальную готовность? Первостепенную роль в готовности ребенка к обучению играет запас знаний, который он с помощью взрослых приобрел за первые 6-7 лет. В течение всего дошкольного возраста у ребенка необходимо развивать систему представлений о жизни страны, о родном городе, о труде взрослых, всех членов семьи и, конечно же, о природе родного края. В процессе приобретения этих знаний в них формируется любознательность. А вот умение анализировать можно развивать посредством игр принципу «Четвертый лишний». Предложим ребенку убрать лишнюю картинку. Для того, чтобы у ребенка развивалось умение обобщать по общему признаку, предложим ему поиграть в игру «Назови одним словом». Вот, пожалуйста, таблички на экране. Давайте с вами поиграем. Назовите мне, пожалуйста, одним словом. Дикие животные еще. Остальные картинки назови одним словом. Дикие животные еще. Как приятно видеть ваши ответы. Молодцы, спасибо вам за ответы. Очень важно, чтобы ребенок научился мыслить логически и рассуждать. Вы можете предложить ребенку ряд вопросов во время прогулки или во время ожидания в очереди. Вот, например, как ты думаешь, кто больше, лошадь или овца? И, пожалуйста, сравните. Когда лошадь маленькая, конечно, они одинаковые. И там можно разыграть много историй разных. Или такой вопрос. Почему снег бывает зимой, а не летом? Замечательно, если ребенок любит собирать разрезные картинки и пазлы. В процессе этих игр у ребенка развивается мышление, восприятие, мелкая моторика. А вот внимание и память можно развивать под средством таких игр, что изменилось. Чего не стало, найди отличия, найди и вычеркни. Ни для кого не секрет, что у современных дошкольников слабо развито воображение. Предложим детям поиграть на природе. Наблюдение за облаками. Ну, что похоже облако? Угадай, чей силуэт. Наблюдение является основой мышления дошкольников. Поэтому старайтесь общаться. Старайтесь обращать внимание ребенка на то, что его окружает. Как повысить мотивацию к обучению в школе? То есть желание учиться. Учебно-познавательная мотивация – наличие у детей желания учиться. Для этого необходимо пояснить детям, что значит быть школьником. Кто такой учитель? Какие обязанности появятся у него в школе? Постараемся заранее познакомить ребенка со школьными атрибутами. Что такое парта, портфель, для чего в школе нужен звонок, что такое перемены и, конечно же, школьные принадлежности. Предложим ребенку поиграть в сюжетно-ролевую игру «Школа», где ребенок может побывать в роли ученика или даже в роли учителя, чтобы воспитать у детей интерес к получению новых знаний, чаще задавайте детям вопрос поискового характера. Как ты думаешь, почему гремит гром? Или как ты думаешь, почему идет снег? Необходимо давать ребенку только положительную информацию о школе, беседы, чтение стихов и рассказов, рассматривание иллюстрации, экскурсия в школу. Стараемся не говорить плохо о школе. Никогда не пугайтесь в школе. Замечательно, если ребенок уже знаком с некоторыми из его будущих одноклассников. Ну и, конечно, не забываем чаще хвалить своего ребенка, пусть даже за небольшие достижения. Таким образом, вы формируете ситуацию успеха и укрепляете его веру в собственные силы и возможности. А вот как развивать эмоционально-волевую готовность? Необходимо учить ребенка действовать по инструкции. Начинать нужно с простых действий. Например, предложим ребенку полить цветы. Для начала необходимо обобщить алгоритм действий. Лейку можно взять в ванной, далее наполнить лейку водой и аккуратно полить цветы на окне. При этом обязательно попросите ребенка повторить слова взрослого, чтобы убедиться в том, что он все слышал и правильно понял. Можно прибегнуть к схеме подсказки, вот такой, как на экране. Обратите ваше внимание на то, как ваш ребенок работает с конструктором. Может ли он работать со схемой? Для тренировки произвольного поведения хороши графические диктанты. Я извиняюсь за качество, почему-то оно так стало, было лучше. Графические диктанты под диктовку или по заданному образцу. Можно задавать задания такого характера, подчеркивать или вычеркивать определенную букву либо геометрическую фигуру в предложенном тексте. Немаловажное значение имеет навыки самообслуживания. Теперь у меня, дорогие мамочки, к вам ряд вопросов. Умеет ли ваш ребенок убирать за собой игрушки? Жду ваших ответов. Спасибо за ответы. Умеет ли ваш ребенок заправлять свою постель? Умеет ли ваш ребенок завязывать шнурки? Может ли ваш ребенок сам себя занять? Спасибо. Спасибо за ответы. Ну, давайте подведем итоги. Итак, не запугиваем ребенка школой. Читаем ребенку художественную литературу о школьной жизни. Смотрим и обсуждаем вместе мультфильмы, кино о школе. Не возлагаем ни посильных, ни обоснованных надежд на то, что ваш ребенок будет лучшим учеником в школе. Не внушайте ему этого. Стараемся больше времени проводить с ребенком. Общаться с ним на равных, тем самым давая понять, что он уже достаточно взрослый. Чаще хвалим своего ребенка, пусть даже за небольшие достижения. Мы формируем ситуацию успеха, укрепляем его веру в собственные силы и возможности. Приучаем ребенка к самостоятельности, быту и навыкам самообслуживания. Хорошая манера ребенка – это зеркало семейных отношений. Я вам предлагаю пройти тест. Вам понадобится ручка и лист бумаги. Приготовили? Начинаем опрос, анкетирование, тест. Итак, мы все время говорим, готовы ли наши дети в школе. Давайте пройдем с вами небольшой опрос. Готов ли родитель к школе? Часто. Первый вопрос. Вам нужно будет отвечать только «да» или «нет». Часто ли вы с ребенком опаздываете? Себе отвечайте. Я жду 3 секунды и задаю следующий вопрос. Есть ли у ребенка в доме свое рабочее место? Это второй вопрос. В чате пока не пишите. У себя пишите. Третий. Считаете ли вы минусом отсутствие компьютера? Четвертый вопрос. Является ли хорошая книга прекрасным подарком для первоклассника? Да, нет. Пятый вопрос. Затруднительно ли для вас оказывать помощь в выполнении домашних заданий? Да, нет. Шестой вопрос. Следите ли вы за тем, чтобы на рабочем месте всегда были хорошо заточены карандаши, была бумага для рисования? Следующий вопрос. Всегда ли ребенок рассказывает вам о своих успехах и проблемах? Восьмой вопрос. Есть ли у ребенка постоянные обязательства по дому? Девятый. Делится ли ребенок с вами своими переживаниями? И десятый вопрос. Учитываете ли вы мнение ребенка при покупке портфеля? Сейчас, пожалуйста, посмотрите. Мы будем считать только положительные ответы. Считаем положительные ответы. И вот, пожалуйста, на экране оценка результатов. Вам видно? Зачитывать нужно или видно все понятно? Все считают баллы, да? Не пишут в чате. Нет, спасибо, все видно. Хорошо. Все понятно. Значит, вы готовы? Семья – залог успеха. Терпение и доброжелательность, эмоциональная поддержка и похвала, любовь и участие родителей – залог успешной адаптации первоклассника. Я желаю вам удачи. Всего хорошего. Спасибо. Продолжаем нашу работу. Консультант службы старшего воспитателя Иванцова Светлана Владимировна предложит вам чек-лист «Скоро в школу. Помощь родителям в подготовке к обучению». Пожалуйста. Добрый день, участники вебинара. Рада вас приветствовать. И сегодня мы с вами поговорим. И я вам предложу чек-лист, который вы могли скачать уже предварительно в документах, прикрепленных к нашему вебинару. Если у вас нет такой возможности, ничего страшного, потому что самые главные пункты я буду отражать на презентации. Вы увидите их на экране. Но для этого вам нужно будет запастись тоже ручкой и листком бумаги. Как вы поняли, что сегодня наша встреча посвящена вопросу готовности к школе. И с Евгением Ильгизовым вы уже обсудили понятия и компоненты готовности в школе. И для более конструктивной работы и обратной связи с вами хочу попросить вас в чате поддерживать диалог. И заранее благодарю вас за это. Итак, ваш ребенок пойдет в школу. Почему я говорю так? Именно так, потому что регистрируясь на вебинар и анализируя тех участников, кто регистрировался, мы видели, что регистрировались даже родители будущих первоклассников. Но даже если у вас в этом году не идут дети в школу, наверняка возникнут такие вопросы в будущем. Волнуетесь вы? Готов ли он стать первокласской? Да или нет? Отвечайте, пожалуйста, в чате. Обладает ли он определенными навыками или нет? Вот меня, как родителей, это очень волновало. Ну вот так. Я думаю, наверное, всех родителей волнует. И мы стараемся всегда консультироваться с специалистами, чтобы узнать, быть уверенными в этом. Ну вот, я сегодня вам помогу самим определить, готов ли ваш ребенок в школе. Как вы думаете, что важно ребенку уметь перед школой? Напишите, пожалуйста, в чате. Краткие прям ответы. Например, писать, читать, либо быть любознательным. Что вы думаете? Что правильно это для вас? Ну, общаться. Здорово. Читать. Понимая важность... Спасибо, хорошо. Общаться со сверстниками. Здорово. Понимая важность подготовки детей к школе, мы предлагаем вам специально разработанный чек-лист. Что должен уметь ребенок в школе? Из него вот мы как раз с вами и узнаем, какие умения и навыки ценны и важны для будущего первоклассника. И как в такой короткий срок, ну, за три летних месяца, например, да, вот впереди, как за этот короткий срок развить эти ключевые навыки. Итак, приготовили ручки и листок бумаги? Первое, что самое, наверное, важное, как вы считаете, да, важно ли научиться ребенку владеть собственными пальчиками? Так, пишем в чате, да? Печатают, спасибо. Если да, просто можете короткие ответы писать, да, или плюсик. Хорошо, спасибо, благодарю, конечно, да. Естественно, рука малыша должна быть подготовлена к письму. И тут не обойтись без развития мелкой моторики. Скажите, а что умеет делать уже ваш ребенок? Чертить, рисовать, раскрашивать, писать буквы. Так, печатают, все умеет делать. Наталья Виноградова хорошо подготовила своего ребенка в школу. Держать карандаш, рисовать, хорошо, ручку. Спасибо, здорово. Конечно, это все верно. Особенно важно перед поступлением в школу, если у вашего малыша развиты уже умения, да, это очень важно. Правильно держать ручку, карандаш, кисточку, чертить прямую линию, кроме прямой волнистые, да, дигзагообразные, писать печатные буквы по образцу, вырезать из бумаги, аккуратно клеить, рисовать как отдельные образцы, так и сюжетные картинки, уметь лепить отдельные образы и целая композиция и изготавливать аппликации. Я вам напоминаю еще, не забывайте ставить галочки, умеет ли этот ваш ребенок делать уже в возрасте 6-7 лет эти, и имеет ли он эти навыки. Хорошо, спасибо. Все перечислено умеет делать, здорово. Многим может, конечно, показаться, что освоить эти навыки, тем более за такой короткий срок, очень трудно и просто непостижимо, невозможно. Однако это не так. Если заниматься регулярно всего по 15-20 минут в день, то успех точно гарантирован. Ну, а как же все-таки проверить? Развиты ли у ребенка эти навыки? Посмотрите на слайд, да? Мы можем предложить нашему ребенку пройти лабиринт, не отрывая карандаша от листа бумаги, нарисовать рисунок по точкам или вырезать ножницами из старого журнала понравившуюся вам картинку и сделать аппликацию. Посмотрите в этот момент, насколько хорошо малыш справляется, насколько хорошо и легко у него получается. В любом случае, похвалите его. И если вы видите, что у ребенка какие-то трудности, ну, это, возможно, будет неловкость движений, то еще не поздно, используя подобные задания, предложенные на слайде, и различные рабочие тетради, которые предлагают нам, вы можете их и в интернете скачать, и в продаже есть, да, раскраски, помочь освоить ребенку ручку и, соответственно, еще можно помочь разобьють логическое мышление. Следующее, на что нужно обратить внимание, это на развитие мышления. В шести-семи годах все интеллектуальные функции, внимание, память и мышление должны достичь определенного уровня развития, стать произвольными, то есть сознательно управляемыми. У малыша хорошо, если развиты разные виды мышления, как уже говорила Евгения Визина, да, и давала вам примеры, это абстрактное мышление, логическое мышление, творческое мышление. Как вы думаете, что же это все значит? Напишите кратко. Так, печатают. Да, действительно, чтобы ребенок все-таки умел выполнять какие-то определенные задания. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Важно, что ребенок все-таки умел определять лишнее, классифицировать и обобщать, находить сходства и различия, складывать фигуры из частей, складывать эти фигуры, например, из четных палочек, строить постройки из кубиков по чертежу и решать логические задачи. Например, вы можете, посмотрите, пожалуйста, на слайд. Вы можете предложить ребенку, давайте даже сами попробуем решить эту задачку, посмотрите на картинку и определите лишнее фигуру в первом ряду. Назовите ее номер. Так, вторая. Да, действительно, правильно. Вот такие подобные задания можно давать детям. Хорошо. Спасибо. Посмотрите, чтобы проверить, развито ли у вашего ребенка логическое мышление. Давайте ему такие задания, как разные по сложности лабиринты, лабиринты по схеме или карте, рисование по цифрам, вы видите, примерно, образцы на слайде, или составление изображения, рисунка по точкам с цифрами. Видите, да, можно составить частичный рисунок мышонка. Если у ребенка развитое воображение, он уже узнает, что это мышонок, но в данном задании будет целью именно по точкам, по порядку соединить цифры. Хорошо будет, если вы еще предложите называть ребенку вслух цифры. Так мы кроме этого еще с вами освоим и закрепим порядковый счет. Как вы думаете, это важно? Да, действительно, это важно. Посмотрите. Пожалуйста, слайды по другим номерам. Продолжаем с вами. Следующий пункт вопрос в нашем чек-листе это вопросы о памяти. Это тоже очень важный навык, процесс даже, не навык, который должен быть развит у ребенка. Умение запоминать. От развития памяти зачастую зависит интеллектуальный потенциал ребенка. Чем больше вы развиваете, тренируете разные виды памяти у малышей, тем больше он запоминает, анализирует и воспринимает. Игры и задания на развитии запоминаний это основа будущей успешной учебы. Что важно уметь ребенку с 6-7 лет? Как вы думаете? Давайте будем оперативно отвечать на наши вопросы, чтобы у нас получился дальнейший разговор. Так. о памяти. Что думаете? Что важно? Уметь ребенку с 6-7 лет. Давайте подпечатать, чтобы не переходить. Запоминать короткий стих. 10 слов. Действительно, вы совершенно правы, да. Важно, чтобы ребенок умел уже повторять и запоминать 10 слов или цифр, запоминать картинки, фигуры, символы до 10 штук и пересказывать тексты. Извините, я вам, конечно, перескочила слайд, вот у вас на экране это умение концентрировать внимание. Здесь задания как раз были в помощь нам, родителям, чтобы определить и помочь ребенку развивать внимание. Видите, здесь вам предложено для этого задание. Найти и обведи только цифры. составь слово кораблик, соединив цифры с буквами. Уместно, если вы будете давать ребенку собирать пазлы или находить спрятанные или, как еще их называют, зашумленные картинки, когда они наложены друг на друга. Это тоже хорошо развивает и этим самым вы можете проверить, как малыш умеет концентрироваться. Вот об этом мы уже с вами проговорили, что как важно до школы уметь запоминать, да, и вы можете проверить, может ли ребенок у вас запоминать по 10 слов или цифр, или 10 картинок. А для этого еще я вам могу посоветовать, например, такие задания. На полке расставите у себя дома несколько игрушек, дайте возможность посмотреть ребенку и запомнить эти игрушки, а потом попросить отвернуться. Вы или убираете несколько игрушек, местами поменяете, и потом можете предложить, что изменилось. Поправь, как было, к примеру, да, или вообще дать время ребенку посмотреть на игрушки и убрать их совсем. И через некоторое время просто предложить снова восстановить этот порядок на полке. Если вы предложите это сделать через некоторое время, вы здесь можете определить, развита у ребенка длительная память. Вот. А если вы попросите это сделать его практически через несколько секунд, то вы можете также еще тренировать и концентрацию внимания. Для этого можно использовать вот такие еще задания. Вот можно по точкам посмотреть сначала на карточке с нарисованными точками, потом закрыть верхнюю часть листа, и чтобы ребенок, предложить ребенку скопировать эти точки на нижней части задания. Так, ну и продолжим. Если вернуться к нашему чек-листу, то еще один немаловажный пункт это аккуратность. Возможно, вы сейчас мне скажете, что так ли это быть важным, важно аккуратным будущему первокласснику. Кто думает, что важно, поставьте, пожалуйста, плюс в чате. Спасибо. Спасибо. Ну, действительно, быть аккуратным, это тоже очень важно. Аккуратным не только по отношению к своим вещам, игрушкам, но и при выполнении заданий. Вы скажете, а как же проверить, аккуратный мой ребенок или нет? Ну, к примеру, он убирает за собой игрушки, да, раскладывает свои вещи, и в комнате у него порядок идеальный. Как же все-таки проверить, аккуратный мой ребенок или нет? А проверить можно действительно. Предложите, пожалуйста, своему малышу вырезать картинку по волнистой линии. Если он вырезает у вас, не выходя за границы, значит, он владеет навыком вырезания и достаточно аккуратен. Если возникают у него сложности и проблемы, выполняйте эти задания ежедневно. Скоро вы заметите прогресс. И чаще всего у детей дошкольного возраста и даже старшего дошкольного возраста бывают именно такие проблемы с использованием ножниц. Им очень трудно овладеть этим предметом. И если вы будете заниматься этим дома, вырезать различные картинки, то в школе им намного будет проще на уроках технологии сейчас и так называется. Вырезая фигуры для аппликаций, разрезая страницы, вы можете по прямым, волнистым и круговым вы можете тренировать ребенка работать с ножницами. Материалы для скачивания. Вам уже я сказала выше, что предложен чек-лист. И вы в нем увидите еще вопросы и задания на развитие кругозора. Здесь на слайде они вам не представлены, но в чек-листе они есть. Но вы можете задать своему ребенку ряд вопросов. Это, например, как тебя зовут? Расскажи про свою семью, как зовут маму, папу, называй его имя, отчество. Есть ли у тебя братья и сестры? Сколько тебе лет? Назвать свою дату рождения. Вот смотрите, свой город, страну и главные достопримечательности. Ориентироваться во временах года, последовательности, называть основные приметы, порядок месяцев, знать о животных и растениях. Вы увидите там, как раз в чек-листе и материал для скачивания как раз вот эти вот вопросы. Кроме того, естественно, вы можете спросить, а как же речь? Это разве не так важно? Естественно, это очень важно, да? И чтобы ребенок ваш владел, и вы ему в этом помогли, нужно почаще составлять рассказы. Рассказывать интересные истории, события из жизни и рассуждать. Умение думать. Вы скажете, как мне научить ребенка думать? Ну, даже вот предложенные вами задания, нами задания, и до этого Евгении Ильгизовне предложенные игровые тестовые задания, вы можете научиться устанавливать причины следственной связи, решать вместе с ребенком логические загадки, задачи, ребусы, кроссворды. Еще самое важное, я тоже это отметила, что все-таки это нужно научить ребенка слышать и слушать учителя. Это очень важно, потому что, когда он будет в классе сидеть в присутствии еще там 20-25 детей, нужно сконцентрировать свое внимание на учителе, успеть услышать, что он говорит, чтобы развить это, почаще надо играть с ребенком, используя игры с правилами. Это домино, лото, шашки, подвижные игры с правилами. И обязательно следите за тем, чтобы ребенок выполнял правила, а не так, как бывает иногда у детей. А, я передумал, я по-другому решил. Поэтому прежде, чем играть, определите правила, и чтобы вы в процессе игры выполняли вместе эти правила. Теперь мы с вами проверили, насколько готов ваш ребенок стать первоклассником по чек-листу. помните, что даже если у вашего малыша что-то не получается, это не так страшно. Нужно просто уделять ему хотя бы минут 20 в день и в игровой форме выполнять подобные задания. Ведь подготовка к школе не должна быть легкой, должна, вернее, быть легкой и ненавязчивой. Не нужно раньше времени погружать ребенка в интенсивные занятия, когда школа еще не началась. Подождите, это еще будет все впереди. И вы сами понимаете, что познание окружающего мира, оно происходит путем, естественным путем. Ребенок уже живет сейчас, и он что сейчас видит, что происходит на его глазах через общение, через совместные с вами просмотры фильмов, чтение книг, увлекательные поездки. все это складывается и развивает кругозор ребенка и его наблюдательность. Работая и уделяя немного ребенку внимания, мы скоро с вами увидим, что все-таки ваш ребенок начинает добиваться отличных результатов и научится получать удовольствие и радость от учебы. И еще, как бы в заключении именно своего выступления, я хотела бы вам тоже предложить небольшой тест-опрос. Даже не опрос. Вот мы говорим, готов ли ребенок быть первоклассником? А я хотела бы вас спросить, а готовы ли вы, родители, к школе стать родителем первоклассника? Прочитайте, вот здесь на слайде у вас есть ряд утверждений. Посмотрите, как они очень относятся именно к нашим с вами настроям. То есть здесь сейчас только о нас. Не кричать, не унижать. Итак, отметили у себя? Каждое положительное утверждение это будет один балл. Вы в чате можете не писать, сколько вы там баллов набрали. Итак, посчитайте. Если у вас больше пяти положительных утверждений или все положительные, то вы действительно хороший родитель и готовы стать родителем первоклассники. Вы достаточно уделяете время ему и сменили свое отношение к ребенку. Но, а если у вас меньше пяти положительных утверждений, то вам стоит задуматься и измениться вот здесь самому в пользу и по отношению к своему ребенку. Хотелось бы вам пожелать удачи и удачи вашим детям в подготовке к такой нелегкой, но новой и очень увлекательной жизни. Спасибо за внимание. А сейчас еще мы вам предлагаем ряд вопросов. А, вы хотели? Ну, хорошо. Посмотрите внимательно. Чтобы пройти небольшой опрос нужно. Я сейчас включу... Я сейчас включу здесь тесты и опросы. Я прошу вас отвечать очень неоперативно. В течение 20 секунд где-то я буду держать опрос и переходить на следующий вопрос. Пожалуйста, откликнитесь и примите к нам участие. Вот я включаю вам первый вопрос и начинаем на него отвечать. Вы... Ваши... Я прошу вас выбрать наиболее подходящий вариант ответов и отметить его. Еще. Еще. Хорошо. Спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу, чтобы нам успеть... Так. Как мне перейти? Тут надо продолжить, да? Так, следующий вопрос. Угу. Спасибо. Так. Сейчас я жду, жду, жду. И последний вопрос. Угу. Спасибо. Спасибо. Активные сегодня участники. Слайд с этим. сейчас я вам еще представлю слайд я хотела бы обратить ваше внимание на него так как мы работаем в рамках федерального проекта современная школа вам не предлагаем зайти на навигатор навигатор для современных родителей растим детей я бы там представила вам ссылки и вконтакте и фейсбуке вы можете туда пройти на этот навигатор это консультационный центр вы можете получить там вопросы ответы онлайн и этот центр будет вам предлагать опросы и различные тестирования нам было бы приятно если вы заходили на этот сайт и принимали участие в работе этого сайта но у нас конечно есть еще немного времени и хотелось бы отметить вот когда вы регистрировались некоторые писали вопросы и один из них наверное нужно обязательно все-таки ответить вопрос звучал так должен ли ребенок уметь бегло читать и писать ответить на этот вопрос однозначно тоже очень сложно но я хотела бы сказать что каждый ребенок он индивидуален да и один ребенок 6 7 годам уже осваивает умение чтения до осваивает азы грамоты а другой еще нет образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает что дошкольные учреждения целевые ориентиры и на этапе завершения дошкольник должен может выделять звуки в словах или у ребенка складываются предпосылки грамотности поэтому нельзя сказать что все дети должны перед школы уметь бегло читать и считать и это не обязательно совершенно не обязательно учить его этому но иногда некоторые родители конечно считает это очень важно потому что они готовятся например стать поступить с ребенком в перспективную какую-то школу лицеи гимназии у таких школ чаще всего есть определенные требования именно учебным навыкам то есть чтобы ребенку было легче адаптироваться в учебном процессе и когда естественно когда ребенок уже умеет читать а если вы записали еще ребенка в математический класс это будет большим плюсом потому что ему не нужно будет тратить много времени на чтение а если ваш ребенок уже иногда это бывает еще и минусом если ребенок хорошо уже умеет читать то ему может быть просто скучно на уроке и может страдать дисциплина если возникнут еще вопросы вы можете звонить обращаться в консультационный центр и получите онлайн консультацию спасибо спасибо за ваши ответы до свидания следующий вебинар будут запланированы также в июне месяце поэтому приглашаем вас принять участие и в этих вебинарах спасибо спасибо за просмотр!